Наверное, я сначала скажу полным голосом то предложение, о котором вы мне говорили. Так, готовы? Хочешь доебаться? Набери меня и попиздим, сука. Привет, ребятки! Сегодня мы с вами закончим с третьими отсосками, и наконец-то я смогу поиграть во что-то другое. И про это другое вам рассказать. Ассасины мне успели уже надоесть, поэтому возьму от них перерывчик на полгодика. Дед Конора подождет, но мы ждать не будем, потому что вы на канале Брэна. С вами Брэн, приятного просмотра. После Бразилии Дезмонд хотел было запрыгивать в анимус, но Шон обнаружил еще одну батарейку. На этот раз в Каире. И Дезмонд уже готов был стартануть, но батя говорит ему не беги вперед бате, и сам отправляется в Каир. Придется Конору подождать. Нет, ты остаешься. Ключ надо найти. Время на исходе. Я съезжу сам. А как же Кросс? Все будет хорошо. Я скоро вернусь. Спойлер, хорошим это предприятие не закончится. Конор же все так же срется со стариком. На этот раз он решил рассказать Вашингтону правду о тампонах и отсосах. Дед, конечно, не рад такому Вакидону со стороны мальца. Ассасин должен быть бесшумен и точен, а не кричать на весь мир о своих тайнах всем, кто проходит мимо. Амалец тем временем добежал до Вашингтона, и тот ему жалуется, что начали пропадать обозы с провиантом для солдат. И Вашингтон подозревает Бенджамина Чёрча. Наши обозы снабжения стали пропадать. Боюсь, это измена. Предатель по имени Бенджамин Черт недавно вышел из тюрьмы и бесследно заявил, что запупит их, чтобы избежать войны. Мы выдвигаемся по направлению, выданным Вашингтоном, но находим мы не Чёрча, а Чёрта. Точнее, он находит нас, прыгнув нам на голову. Отец. Коннор. Последнее слово. Стой. Глупый выбор. И батька с сынком договариваются работать вместе. Один хочет вернуть припасы, второй хочет рот топтать Чёрча. Ты хочешь вернуть припасы? Я хочу покарать его. Наши интересы совпадают. Мы выходим на след Бена и узнаем, куда он делся. А папка начинает нас абьюзить. Он поехал в лагерь к северу отсюда, там мы обычно разгружаемся. Может, там его... This is America. Довольно. Зачем ты его убил? Не стоит тратить время на пустой спор. Догони прочих людей Чёрча, проберись в их лагерь и попробуй что-нибудь узнать. А как же ты? Не твоя печаль. Делай, как я сказал. Пробираемся в лагерь и подслушиваем разговоры наемников. Но дерьмо на вентилятор бросает батёк, попавшись в плен. Ебать ты лох. Мы вписываемся за батю и он кидает нас одного разбираться с толпой наемников Чёрча. Управишься с ними? Ищи меня в Нью-Йорке. Что? Ты вот так уйдёшь? Сейчас? Если ты не справишься с парочкой наемников, нам нет смысла работать вместе. Невероятно. Чел, ты... Ночью находим папу в Нью-Йорке. И вместе с ним отправляемся в забег по крышам. Эти игры с отцами. Бег по крышам, поножовщина. Ну и они начинают сраться на крыше. Напомните, с кем Коннор не срался. А по мне так ты попросту завидуешь. Люди сделали свой выбор. И выбрали Вашингтона. Люди ничего не выбирали. Выбор сделала кучка привилегированных трусов, желавших разбогатеть. Они собрались и приняли решение, удобное им. Мы подходим к складу, где укрылся Чёрч. И под прикрытием, переодевшись охранником, мы вместе с батей проходим внутрь. Тебя я узнал. Дикаря не знаю. Это мой сын. Вкусил лесных даров, я смотрю. Ну идите. А внутри отец и сын разговаривают по душам. И такой себе разговор выходит. Мне, кстати, интересно, что обо мне могла говорить твоя мать. Я часто думал, как повернулась бы моя жизнь. Останься я с нею. Кстати, как она? Мертва. Убита. Хейтем выходит в центр и зачитывает Чёрчу приговор. Но он, на самом деле, не Чёрч. И у Чёрча бы всё получилось, если бы не мы со своей проклятой собакой. Бедняга сливает нам, куда делся Чёрч. Он вчера уехал на Мартинику. На торговом шлюпе под названием Приветствие. Загрузил его припасами, что украл у патриотов. Это всё, что я знаю. Клянусь. И нас атакуют, поджигая склад. По горящему зданию убегаем от языков пламени, по пути успевая в очередной раз выручить батю из жопы. И эффектно выходим со склада. Конар? Кто ты задумал? Нет, не делай этого. Мы не знаем, что с дождь. КОРОДЫЙ! КОРОДЫЙ! Теперь знаем. Следующий наш шаг гнать за Чёрчем по морям. И в этом нам поможет Аквилла. Садим папочку на лодочку и тащим его попочку на корабль. К этому времени я загрейдил Аквиллу по полной. И теперь в море нам ничего не страшно. И выйдя на мыс, мы замечаем одинокий корабль, стоящий на якоре. Но это лишь отвлекающий манёвр. Чёрч уходит от нас на другом корабле, за которым мы и бросаемся в погоню. И в итоге берём корабль на абордаж. Мы добираемся до Чёрча и пытаемся выведать у него информацию о грузе. Но говорить он нам не хочет. Значит, будет говорить с дыркой в животе. Куда ты дел груз? Он на том острове. Ждёт отправки. Но у тебя нет права. Он не твой. Нет. Не мой. Этот груз предназначен людям, которые думают не только о себе. Которые сражаются за то, чтобы избавить мир от вашей тирании. Твои враги не согласятся с этим. И не беспричинны. Мы извиняемся за грубость перед Ахиллесом и рассказываем о наших успехах. И он ни капли не удивлён, что Конор начал работать сообща с батей. В Нью-Йорке встречаемся с батей. И с ним мы идём навстречу командования лоялистов, чтобы узнать их планы. На месте мы застаём британцев за обсуждением дальнейших действий Короны. Но толкового они ничего не рассказывают. И поэтому Хейтем решает спросить у них сам. Берём их в плен, но один из командиров сбегает. И нас ждёт умопомрачительный, писькоподрачительный забег по городу за красным мундиром. А почему за ним не побежал Хейтем? А потому что... Я так хочу. Живо! Мы приводим бедолагу в форт. И Хейтем начинает допрашивать его. И узнаёт всё, что надо. Что планируют британцы? Оставить Филадельфию. Там всё кончено. Ключ Нью-Йорк. Удвоев ряды, мы отбросим повстанцев. Когда они выступят? Через два дня. Восемнадцатого. Надо сказать Вашингтону. Видишь, это было не слишком трудно. Я всё сказал. Отпустите меня. Конечно. С батей мы приходим в форт, где сейчас осел Вашингтон. И тут отец достаёт из своих штанов козырь в виде письма, которая лежит на столе у Вашингтона. И в нём приказ о нападении на народ Конора. А это что? Частная переписка. Не сомневаюсь. Знаешь, о чём это письмо, Конор? Похоже, твой друг отдал приказ атаковать твою деревню. Причём атаковать, мягко сказано. Скажите ему. Мне доложили, что индейцы вступили в союз с англичанами. Я приказал положить этому конец. Да не просто нападение. Сжечь деревни и засыпать земли солью. Ты ебанутый, блядь. И Конор в конец срётся и с Вашингтоном, и со своим отцом. Но сейчас у него хотя бы есть повод. Мы скачем по направлению к нашей деревне, где сидят континентальные войска в ожидании приказа от Вашингтона, который он отправил гонцами. И по дороге мы их перебиваем, так и не дав сказать. Мы идём к матери рода, и она думала, что мы сейчас сли, так как он забрал Ганадогана и других воинов, чтобы оборонять землю от захватчиков. Что так говной воняет эта ситуация? Мы бежим в лес и безвредным пендалем вырубаем наших соплеменников, но вот только Ганадоган начинает с нами драться. Ганадогана. 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 Отступаем к форту Монмут и открываем глаза Вашингтону насчет Ли. Вашингтон хочет сделать все по закону, но по закону уже поздно. И тут приходят плохие новости. Батю Дезмонда схватили Абстерго. Видик хочет выторговать отца на яблоко. И вся компания едет в Италию, в то самое место, где началась история Дезмонда. Офис Абстерго в Риме. Само собой, нас здесь узнают и сразу нападают. И мы прорываемся с боем, по пути общаясь с Видиком. Вижу, с нашего расставания ты ничему не научишься. Заходим прямо в Рипс на территории противника. Вот так. Где мой отец? Ты его скоро увидишь. А теперь будь хорошим мальчиком, дай мне охрану. А еще солдаты Абстерго умеют закручивать пули. Офигеть. И в этой самой комнате, где некогда держали нас, мы встречаемся с Дэниелом Кроссом. Давай по-хорошему. Тебе некуда идти, а у меня пушка. Кстати говоря, на дворе 21 век, а у тебя до сих пор из защиты один ножичек? Глупо. Ладно, Дезмонд. Игре конец. Не сейчас. Не сейчас. Меня еще ждет работа. Но его начинает коротить, что нас спасает. И в конце концов мы убиваем его. Далее Видик. Проходим по коридору сквозь охрану, как нож сквозь масло. Потому что у нас есть ствол. И приходим на аудиенцию к Видику. Отец. Не так быстро, мистер Майлз. Если вы не поняли, огнем управляю я. Отдай мне яблоко. Хочешь? Супер. Получи. Стой. Нет. Он требует яблока. И Дезмонд применяет его силу, спасая отца. Устанавливаем последнюю батарейку, отжатую у Абстерга. И возвращаемся в тело Конора. Но перед этим вы, наверное, заметили, что иногда, когда по Дезмонду стреляли, вокруг него образовывалось силовое поле. Это не какие-то читы. Это артефакт Притечи, который нашел Конор по подсказкам Капитана Кида. И хуй пойми как, это кольцо оказалось у Дезмонда. Оно обладает очень сильным магнитным полем. И использовалось расой Притеч как щит. Мамины бусы, короче. Конор тем временем готовится к финальной битве. Ахиллес уже совсем плох. И не может подняться с кровати. Мы делимся с Гуталином нашими успехами. И он наставляет нас на финальный шаг. Убийство Ли и Хейтема. Вашингтон сохранил жизнь Ли. Но когда Ли умрет мой отец, Послушай, ты зашел так далеко не за тем, чтобы бросить все ради глупых эмоций. Надо убить обоих. С Маркизом Карабасом мы готовим план по захвату форта Джордж. Поэтому я пойду под землей. Невероятно. Туннели, ведущие к форту, засыпаны. Пока я занят кораблями Адмирала, вы должны их расчистить. А корабли? По сигналу они начнут обстрел форта. Пробивая стены и отвлекая внимание. Ясно? Первый наш шаг возглавить морское сражение. Самое жестокое морское сражение в игре. Мы выходим победителем из этой резни. И за это французы готовы помочь нам в атаке на форт. Чего вы хотите? Пусть пять из них войдут в гавань Нью-Йорка под британским флагом. Стоп, стоп. Я думал, нужно избавиться от пиратов или доставить груз. А вы просите обстрелять Нью-Йорк? Нет. Конечно, нет. А. Только часть. Объяснитесь. Я хочу проникнуть в форт Джордж, но он хорошо защищен. Обстрел должен пробить стены и разогнать охрану. Корабль с французским флагом не сможет к нему подойти. Вы понимаете? Нисколько. Но слово есть слово. Даже данные лунатики. Тем временем Маркиз с нашей командой уже раскопал завал в подземелье. И мы готовы войти внутрь. Поджигаем маяк, подавая сигнал, что можно начинать обстрел. Но сами попадаем под удар. И в полуживом состоянии мы дотыкаемся на Хейтема. Завязывается спор о политике и драка между батей и сыном. Прямо как в коммуналке. Не надейся одолеть меня, Коннор. Ты способный мальчик, но навыков у тебя не хватит. Отдай мне Ли! Ни за что. Он залог лучшего будущего. Стаду нужен пастух. Он осужден всеми и изгнан. Он вам уже ничем не поможет. Это ненадолго. Он еще вернется. И по итогу мы протыкаем Хейтему горло. Думаешь, я проведу рукой по твоей щеке и скажу, что был неправ? Я не стану рыдать и жалеть о несбывшемся. Уверен, ты поймешь. Но я горжусь тобой. Ты проявил убеждение, силу, мужество. Благородные черты. Надо было убить тебя раньше. Перед встречей с Ли, Коннор решает сделать прическу и модный макияж. Застаем мы его на похоронах Хейтема, в момент, когда он говорит прощальную речь. Мы пришли почтить память великого человека, стремившегося изменить мир. И он это сделал. Оглядитесь. Англичане уже готовятся отступить. Их дух сломлен. Силы разобщены. Скоро придет черед лидеров-патриотов. Они покорятся нам или погибнут. Мы приходим к нему поговорить лицом к лицу. Он угрожает нам уничтожить все, что дорого Коннору. И только после этого обещает заняться нами. Но планом его сбыться не суждено. Мы выдвигаемся по его следам. Пробираемся на борт Джерси, где подслушиваем разговор капитана и наемников Ли. И выясняем, что они собираются в таверне Зелёный Дракон. В таверне мы допытываем одного из людей Ли. Он в гавани. Скорее всего на дальнем пирсе. Мы слышали, что было на параде. Чарльз занервничал. Сказал, что уедет из страны. Я думал он перегибает палку. Похоже нет. Спасибо. И выходим на него в порту. Он хочет в страхе покинуть страну. Но мы ему не позволим. Нас ждет долгая погоня. Сначала под обстрелом пушек. Затем по горящему зданию. И по итогу мы напарываемся на палку. И протыкаем бочину. Разрушишь один план, мы породим новый. Как ни трудись. Конец всегда один. Все знают, что ты безумен. И поэтому... Даже те, кого ты хотел спасти, тебя оставили. Но ты не сдаешься. Борешься. Почему? А больше некому. И ослабленный Конор подстреливает Ли живот. Немного полежав под обломками, мы идем к паромщику. Который доставит нас вверх по реке. Где мы и настигаем нашего врага в забытой богами таверне. Где-то на Конкорде. Распиваем с ним виски. И протыкаем сердце. И забрав амулет, мы через 6 месяцев приходим в свою деревню. Где Конор находит тот самый шар, который вначале ему давала мать рода. Прикоснувшись к нему, с ним общается Юнона. Она говорит ему, что амулет нужно спрятать там, где никто не будет искать. И на этом миссия Конора закончена. Прячет он его на фамильном кладбище Ахиллеса. В могиле его сына Конора. Именно в честь него Ахиллес и назвал своего протеже. В настоящем Дезмонд откапывает амулет и при помощи него открывает заветную дверь в храме. Внутри его ждет Юнона и ее устройство для спасения мира. Но в разговор вмешивается Минерва и рассказывает всю правду о Юноне. Минерва? Ты... Но как? Ты ушла. И уничтожила машину. Ты думала машина одна? Что тут происходит? Не выпускай ее. Выпускать? Юнона давно мечтает оставить эти стены. Я объясню. Пока мы спасали этот мир, она пыталась захватить его и использовала наши машины против нас. Нумерология. У существования есть код. Понять этот код значит покорить время. Это была моя цель. Я создала помощника Глаз. Но она присвоила его. Мы раскрыли ее планы и пресекли их. Затем мы ушли. Но сначала вас звали к вам, чтобы вы попытались снова. Думали, без нее это безопасно. Я вижу, мы ошиблись. Она выжила, выдержала и начала свои козни. Сотни лет я и Тиния ходили по всему миру, пытаясь возродить цивилизацию. Стараясь передать вам наши знания. Мы были не одни. Но несмотря на все наши усилия, нас все равно ждала смерть. Но перед встречей с нею я посмотрела на вас. Удалось ли нам? Поэтому вы здесь? Я думала, что вы придете сюда и завершите наш труд. Но вы опоздали. У вас были сотни лет. Вы потратили их в пустую. Нагрызню с тамплиярами. И вы упустили свой шанс. Вам не удастся остановить конец. Дезмонд, лишь выжить. Она лжет. Наснись пьедестала и мир будет спасен. Лучше миру погибнуть, чем подчиниться ей. Неужели? Покажи им. А также показывает, какие последствия ждут мир, если Дезмонд откажется от предложения Юноны. Послушайте нерву, и солнце возьмет свое. Земля извергнет огонь в небеса. Весь мир заболыхает. Но это не станет концом света, лишь его предвестником. Придет тьма. Потом явишься ты. И решишь предотвратить новый приход этого ужаса раз и навсегда. Ты станешь для выживших символом, надеждой, знанием, решенностей. Ты вдохновишь их возродиться, вернуться к жизни. Мир излечится, а с ним человечество. Но ты лишь человек уязвимый и смертный. Ты покинешь мир, оставив о себе лишь память, свое наследие. Ты станешь для потомков героем. После легенды, а со временем – Богом. Жестокая судьба. Написать призыв к добру и видеть, как его толкуют во зло. Видеть, как твоя попытка спасти мир губит его. Теперь ты видишь. Все это повторится вновь. Так скажи, чем это лучше? Но если принять предложение, мир будет спасен. Ценой жизни Дезмонда и освобождением Юноны. И Дезмонд принимает смерть, чтобы мир жил. Какие бы козни Юнона не строила, мы остановим ее. Но твой вариант. Там просто нет надежды. Если освободишь ее, умрешь. Это случится мгновенно. Больно не будет. Не смей. Поздно, Минерва. Все решено. Ну что ж, живи и умри, пожиная плоды этой ошибки. Уходите. Все. Быстро. И как можно дальше. Слышите? Идем с нами. Мы найдем другой способ. Нет времени. Сын. Ты все знаешь. Процесс уже начался. Надо действовать. Уходите. Идите. КОНЕЦ Вроде глобального северного сияния. В жизни не видели ничего подобного. Очевидцы сообщают о бушующих грозах и целом ряде необычных погодных явлений. Ну а на этом третья часть Ассасинов закончилась, дорогие друзья. Ровно как и Арка Дезмонда. Далее нас ждут другие герои и другие не менее великие события. Но все это будет намного позже. Я устал от Ассасинов и хочу поиграть во что-то другое. А намеком, что будет дальше, будет фоновая музыка, которая сейчас играет. Спасибо за просмотр и до скорых встреч на этом канале. Субтитры сделал DimaTorzok